Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Игорь Илдашев и я рад вас сегодня приветствовать в стенах Курганского центра испытаний сертификации трубопроводной арматуры. Для многих арматуростроителей это предприятие является сегодня немножко темной лошадкой. Почему объясню, потому что про него немного пишут, немного говорят, но о нем знают все. И мы решили приехать в центр испытаний трубопроводной арматуры в город Курган и более подробно рассказать вам, что же сегодня здесь собой представляет этот центр испытаний сертификации. Сегодня моим собеседником будет начальник лаборатории Чириков Леонид Александрович, человек, который уже более 40 лет работает в отрасли арматуростроения и под эгидой которого создавалось, можно сказать, вот то, что находится сейчас за моей спиной. Он более подробно расскажет нам о возможностях и, конечно, принципах работы центра испытаний, находящихся в Кургане. Здравствуйте, Леонид Александрович, рады вас приветствовать. Ну, мы первый раз видимся уже здесь, я посещаю лично уже четвертый раз вашу лабораторию, она растет, она развивается. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что сегодня собой представляет центр испытаний и на каких принципах работы он будет основополагаться именно для арматуры строителей? Лаборатория была создана для проведения ресурсных испытаний различных видов арматуры, значит, начиная от запорной, кончая регулирующей, предохранительной, ну и остальных видов. Значит, лаборатория в настоящее время оснащена рядом стендов. Значит, имеется стенд малое гидрокольцо, большое гидрокольцо, стенд испытания сильфонов имеется, значит, стенд для испытания арматуры на рабочих параметрах, то есть при высоких температурах, оборудование для испытания при минусовых температурах до минус 60 можем испытывать арматуру, ну и стенд для испытания сильфонов, а я о нем уже говорил. Ну, в общем-то, вроде пока и все. А как возникла сама идея создать в Кургане подобный центр испытаний? Ведь ни для кого не секрет, что испытания подобные, которые организовываются у вас, на самом деле в России практически никто не производит. Ну, в связи с этим и возникла такая идея. Дело в том, что арматуру мы производим, производится в России немало арматуры, а испытательного оборудования не так много, испытательных центров немного. Трубопроводная арматура используется на различных средах, начиная от простой водопроводной воды и заканчивая высокотоксичными, высокотемпературными средами, которые, если вырываются в атмосферу, то есть наружную среду, приносят большие-большие беды. Поэтому арматура должна быть чрезвычайно надежна. Для того, чтобы это обеспечить, нужны надлежащие испытания, нужны надлежащие конструкции, нужны надлежащие технологии и надлежащие испытания. А чтобы проводить испытания, нужно соответствующее оборудование. Номенклатура оборудования будет еще расширяться. Пока у нас только первоначальное, что имеется, далее будут и сейсмоиспытания, и другие виды испытаний. В настоящее, кстати, время, значит, есть у нас вторая площадка, там готовятся уже серьезные стенды для испытания высокотемпературной продукции. Ну, вот примерно как-то так. Я сейчас предлагаю для наших зрителей немножко более подробно рассказать о том оборудовании, хотя бы какие виды испытаний именно в натурале вы проводите. То есть, вот сейчас мы видим так называемый механизм, который зажимает клапаны, на котором сейчас вы проводите испытания. Более подробно можете рассказать, что сейчас тут находится? Значит, это является стенд, так называемое большое гидравлическое кольцо. Он предназначен для того, чтобы осуществлять наработку ресурса, проверять ресурс этих оборудований. Значит, он может испытывать от сотого прохода, вот сейчас как раз сотый проход стоит, до четырехсотого прохода. Значит, это кольцо, по которому идет вода с определенной скоростью. В зависимости от диаметра настраивается необходимая скорость движения среды. И здесь находится арматура. В данном случае стоит клапан, так называемый прямоточный, открывается, закрывается, открывается, закрывается на скорости 5 метров в секунду, как это, в общем-то, и стандартами предусмотрено. И тем самым проверяется, и вот работоспособность. Уважаемые друзья, мы продолжаем презентацию вам о Курганском центре испытаний сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры. И сейчас мы представим вашему вниманию стенд малогидравлического конца, более подробно о котором он расскажет начальник лаборатории, КЦИС, Чариков Леонид Александрович. Леонид Александрович, вам слово. Значит, данный стенд является полным аналогом большого гидравлического кольца. Отличается он лишь тем, что на нем можно испытывать арматуру от сотого прохода до шестого прохода, то есть мелкая арматура. Еще раз напомню, что он позволяет. Первое, значит, нарабатывать циклы на расходе 5 метров в секунду, как это предусмотрено в нашей нормативной документации. Кроме того, как и большой стенд, на нем можно определять гидравлические характеристики арматуры, то есть коэффициент гидрозапротивления и прочие характеристики. Когда вы проектировали подобный стенд, подобное оборудование, как вообще происходил процесс, потому что многие зрители задают вопрос, как сегодня происходит сертификация подобного оборудования, потому что это серьезное, настоящие испытания. Это же давление. Давление здесь невысокое. Для таких испытаний высокое давление не требуется. Значит, здесь порядка 5-6 атмосфер сертификация. Ну, пригласили сертифицированную организацию, провели сертификацию в установленном порядке. Особых проблем не было. Все прошло нормально. Леонид Александрович, мы видим, тут все оборудование применяется, практически производство. То есть, только расходомеры, по-моему, зарубежные у вас и клапаны на высокое давление. А так стоит арматура производства кургана, я так понимаю, курганской арматуры. Тул электропривод, знакомый арматура. Это испытываемая арматура курганская. А остальное, ну, что нужно было, то и брали. То есть, вы исходили из импортозамещения именно, чтобы применять российское оборудование? Да, по возможности. И только то, что нельзя было купить уже у нас в России, ну, закупали за рубежом. Ничего в этом страшного я не вижу. Ну, мой вопрос был, наверное, больше задан тем людям, которые говорят, что без зарубежного мы не можем обойтись. На самом деле, уважаемые друзья, вот вам яркий пример. То есть, электропривод стоит Тул электропривод. Всем известный российский производитель качественных электромеханизмов. Также мы вам видим, вот там, регулирующий клапан. Это производство Староскольского арматурного завода, кстати, по которому мы писали уже новости. Ну, и, соответственно, еще очень-очень много мелкого оборудования стоит российского производства. Лиза Александрович, у меня один еще из немногих вопросов. Расскажите, пожалуйста, про все-таки испытуемые образцы. Какие вы тут уже образцы испытывали и как они вообще проходят? Какая программа испытаний у вас проводится здесь? Значит, здесь в настоящее время испытывается арматура, в основном круга спецарматуры. В основном арматура, которая идет на атомной станции, проводим мы периодические испытания. Согласно программе испытаний, часть наработки циклов происходит на потоке на скорости 5 метров в секунду. Часть испытаний производится на рабочих параметрах. То есть, при высокой температуре, при полном перепаде, при номинальном давлении. Так вот, на этом стенде производится именно наработка на скорости 5 метров в секунду на воде. Можно сказать, на ресурсные испытания. Совершенно верно. Да, ресурсные испытания. Они просто разбиты. Часть идет на потоке, то есть, на скорости 5 метров в секунду. Часть испытаний идет на полном перепаде, то есть, номинальное давление и ноль. И при рабочей температуре. Так вот, часть испытаний проводится здесь. Остальное проводится на других стендах. Замечательно, уважаемые друзья. Я предлагаю перейти еще и увидеть несколько стендов. Вот напротив меня стоит замечательная климатическая камера, более подробно, о которой нам Леонид Александрович расскажет в следующем нашем выступлении и серии. Дорогие друзья, с вами Игорь Олдашев. И как я обещал в предыдущем нашем выпуске, сейчас я расскажу вам про климатическую камеру. Вернее, я расскажу не я, а Чирюков Леонид Александрович, руководитель лаборатории Курганского центра испытаний и сертификации. Я могу только добавить одно. Сегодня в России есть немного мест, где вы действительно можете встретить полноценную климатику. Там, где вашу арматуру нагреют и также ее смогут охладить и испытать на стендах. Более подробно о подобной камере, уникальной камере нам расскажет Леонид Александрович. Леонид Александрович, вам слово. Ну, поскольку мы живем в России, а Россия у нас не очень теплая страна, часть нашей продукции работает и при минус 40 градусах, при минус 60. А как она будет работать при таких температурах, нужно обязательно проверять, испытывать и иметь гарантию полную, что ничего не перезайдет при низких температурах. Для этого существует камера климатических испытаний. Внутри помещается испытуемая арматура, охлаждается до нужной температуры, дается давление, ну и проверяется ее работоспособность. Ну, в общем-то, вот, незатейливо, но без этого тоже нельзя. Леонид Александрович, если говорить о цифрах, до минус каких температур она охлаждает и чем вы охлаждаете, самое главное? Значит, камера охлаждает до минус 70, для испытаний нужно минус 60, так что у нас тут небольшой запас есть, мы получаем, делаем, все нормально. Ну, это я больше задал вопрос, уважаемые зрители, для вас, чтобы вы понимали, что это не для испытаний креогена трубопроводной арматуры камеры, а именно для испытаний арматуры для хладостойких исполнений, так называемые условия ХЛ. Еще, у ХЛ, ну, больше ХЛ, хладостойкая сталь, и самое главное, что я хочу отметить, объем этой камеры. То есть, вы можете иногда слышать, что, да, мы тоже обладаем хладостойкими камерами, но какой объем? Я думаю, сюда зайдет задвижка диаметром 500 мм. 500 не войдет, но 300-ку, я думаю, вставить можно. То есть, иными словами, размеры имеют значение в данном случае. Поэтому, уважаемые друзья, хочу отметить, что это оборудование стоит именно здесь, в Кургане, на лаборатории площадки Курганские центры испытаний и сертификации. Предлагаю пройти также к климатической другой камере, которая испытывает на плюс. Это, по сути, муфельная печь, но в то же время она тоже обладает уникальными характеристиками, более подробно о которых вы сейчас можете ознакомиться в следующем сюжете. Вперед, друзья! Дорогие друзья, как и обещал, сейчас мы находимся около климатики. Это печь для нагрева трубопроводной арматуры, более подробно о которой расскажет нам Чириков Леонид Александрович, директор лаборатории Курганского центра испытаний и сертификации. Интересное еще вам слово. Ну, это, собственно, печь для проведения испытаний арматуры на рабочих параметрах, то есть при номинальном давлении и при рабочей температуре, при высокой температуре. Ну, в частности, в этой печи мы испытывали на температуру до 350 градусов. Если нужно было больше, могли дать и больше. Суть заключается в следующем. Вот там имеется оборудование, на котором мы готовим рабочую смесь. Рабочая смесь может быть горячая вода, либо пар, в зависимости от соотношения температуры и давления. По трубопроводам, это среда рабочая уже с нужными параметрами, то есть по температуре и по давлению попадает в искутуемую арматуру. Искутуемая арматура помещается вот здесь, но поскольку рабочей среды мы не ТЭЦ, мы много приготовить не можем, мы подогреваем, собственно, изделие вот в этой печи. То есть здесь мы подогреваем крупную арматуру. Значит, если арматура мельче, то здесь ставится так называемая матрешка. Это не рабочая, работает только та. И здесь специальный тоже термошкаф. Если совсем мелкая арматура, то мы там позже покажем. Там есть еще одна печь. Таким образом, на этом стенде мы испытываем арматуру, начиная от шестого прохода и кончая шестисотым. Именно на рабочих параметрах. Температура от 530 градусов максимальная и давление до 200 атмосфер. А давление воздуха, мы так понимаем, или вот этой рабочей смесью именно горячей происходит? Давление либо вода, либо пар. Это, опять же, зависит от того, на какой среде работает именно арматура. А как подводится вода? Потому что, вы же сами понимаете, тут плюс 350, допустим, градусов. Вода моментально вскипает при таких условиях. Сейчас объясню. Значит, существует... То есть при высоком давлении температура кипения воды гораздо выше 100 градусов. Так вот, некоторая арматура работает на высоком давлении и на высокой температуре воды, но соотношение температуры и давления таково, что вода находится в жидком состоянии. А некоторая арматура работает при таком соотношении температуры и давления, что она уже превратилась в пар. Так вот, в зависимости от параметров, на которых работает температура, арматура как раз и испытывается либо на паре, либо на воде. Вот так вот. Уважаемые друзья, я помню, когда я только начинал свою карьеру Я услышал первый раз на одной из теплоэлектростанций Понятие острый перегретый пар Это когда вода доведена до такого состояния, что ее практически не видно в парообразном виде То есть это такая дымка небольшая, голубоватая Наверное, тот человек, который смотрит этот видеорепортаж, улыбается сейчас Он меня научил, как определять этот момент Но это другая история, про которую я когда-нибудь вам расскажу Тем не менее, предлагаю перейти к маленькой климатической камере, нагрев Где вы сможете увидеть, как она нагревается до плюс 530 градусов температуры по Цельсию То есть это серьезные условия для действительно серьезной арматуры российского производства Уважаемые друзья, с вами Игорь Улдашев И вот сейчас мы стоим рядом со стендом Я немножко оговорился про климатические испытания Потому что на самом деле, та печь, про которую мы говорили в начале, большого объема И вот здесь небольшая печка на температуру плюс 530 градусов Это оборудование, которое производится для испытаний на рабочих давлениях Реальных давлениях и температурах, которые действительно проводятся в энергоблоке атомной станции Или на энергоблоке тепловой электростанции Более подробно вот об этой печке, уникальной я замечу печке Расскажет нам Чириков Леонид Александрович, который нам уже поведал Большинство лабораторий Курганского центра испытаний сертификации трубопроводной арматуры Леонид Александрович, пожалуйста, расскажите нашим зрителям, где мы находимся и что тут происходит Ну, на самом деле, это прототип стенда, который сейчас находится в изготовлении Значит, он был разработан, изготовлен, опробован, принцип работы опробован Механизмы взаимодействия всех этих опробованы здесь На самом деле, стенд сейчас в изготовлении находится, в монтаже точнее уже Но этот прототип рабочий На нем производится испытание арматуры, повторяя, от 6-го прохода до 600-го Используя вот эти печи все Принцип работы таков Имеется шкаф, где подогревается вода до температуры кипения Далее пар поступает в малую печь Это перегреватель У обычного парового котла это все происходит в одной топке Мы ее там просто разнесли Суть та же самая, в принципе те же самые Значит, перегревается до нужной температуры Поступает уже в изделие Изделие, повторяю, может быть расположено в большой печи, в средней печи и в малой печи В частности здесь мы испытывали арматуру Максимальная температура была 530 градусов Прошло нормальное испытание, успешно Стенд тоже отработал Никаких проблем не было Уважаемые друзья, я хочу добавить и отметить Что мы с вами сегодня уже видели Климатические испытания На холодностойкую арматуру То есть арматуру, которая применяется Именно в северных широтах Там, где она подвергается минусовым температурам Сейчас вы видите На испытании антической арматуры То есть на самом деле Российская арматура, арматура строения Настолько разнообразна Что от минуса до плюса Буквально несколько шагов здесь В центре испытания и сертификации Александр Александрович, у меня, наверное, самый гениальный вопрос будет Кто проектировал это оборудование То есть вы же понимаете Что просто так взять из чертежа Перенести это Это оборудование было спроектировано Еще до создания лаборатории Оно было спроектировано На Круганской арматуре Самое активное участие В проектировании этого оборудования Принимал Владимир Васильевич Макаров То есть можно сказать, что тут русская Гениальная инженерная идея Полностью воплощена Да, 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 да Это все наше, все отечественное Идеи тоже наши отечественные Ничего из-за рубежа Сюда Ну, может, какой-нибудь краник попал А так, в общем-то, все наше Замечательно Ну, я предлагаю, наверное, перейти к нашей финальной части И рассказать немножко о гидроиспытаниях Которые вы проводите Потому что любые испытания Это, конечно, гидравлические испытания То есть у вас также есть уникальный комплекс Которым, я думаю, было бы справедливо И рассказать в следующей серии Так что оставайтесь с нами, уважаемые друзья Мы ждем вас До новых встреч С вами был Игорь Вилдашев Дорогие друзья Как я и говорил в предыдущем репортаже Предыдущей серии Мы не могли обойти Рассказывая испытания О гидравлических испытаниях Ну, вроде бы это стандартные испытания На первый взгляд Ничем не отличающиеся от других Но я думаю, что на каждом предприятии Есть своя изюминка Своя идейка, которая внедряется И она уникальна Ну, для примера Если брать Курганский центр испытания сертификации То они обошлись собственными разработками Они практически все оборудование Здесь сделали на собственной базе Собственными решениями Я думаю, было бы интересно услышать Какие тут применяются решения И как они воплощаются в жизнь Отмечу Все оборудование российское Значит, для Как я уже говорил Для полноценного испытания Трубопроводной арматуры Необходимо испытание на потоке На скорости 5 метров в секунду Какую-то часть циклов наработать И какую-то часть на полном перепаде То есть номинальное давление Номинальная температура Так вот, для испытания Именно арматуры на полном перепаде Используется вот эта вот На первый взгляд Простая, несложная насосная станция Из чего она состоит? Значит, насос для заполнения арматуры Низкого давления насоса Насос высокого давления До создания уже необходимого давления Клапана для подачи давления Для сброса давления Станция сделана на колесиках То есть она у нас передвижная При необходимости Мы даже можем куда-то выехать с ней В другом месте провести испытания Не здесь Ну, станция работает довольно надежно Значит, оборудованные насосы Стоят отечественные Ну, проблемы возникают Но поскольку это все наше Меняется все это без проблем Так что, вот такая вот станция Игорь Александрович, если говорить все-таки о цифрах Параметрах, которые всегда всех интересуют Какое давление максимально нагнетается на ней И возможно ли работать на воздухе Именно испытывать воздухом Значит, для воздуха у нас имеется компрессор воздушный А эта станция предназначена для испытаний только водой Давление до 350 атмосфер Ну, температура комнатная Ну, понятно Вообще промышленное назначение Если все-таки говорить об испытаниях воздухом Расскажите несколько слов Какие сегодня у вас оборудование применяется То есть, я так понимаю, это бронекамера Где ведется видеонаблюдение Какое максимальное давление И самое главное Если потребитель заинтересуется вашими услугами Какие он сможет получить данные Для максимального использования Испытания своего образца Значит, для испытания воздухом имеется вот эта бронекамера Значит, бронекамера не очень больших габаритов Связан это с тем, что такие испытания, ну, довольно опасные Поэтому, значит, мы пока еще не сделали камеру для большой арматуры Но это очень серьезная задача Сложная Да и пока особых требований нет Чтобы именно проводить испытания больших проходов Как правило, мы обходимся с большими проходами Испытаниями водой Повторяю Это связано с тем, что Высокая опасность именно испытания воздуха Значит, компрессор используется Отечественный Где мы его взяли? Это наша ноу-хау Как мы его используем, я пока не буду распространяться Значит, ну, компрессор надежный Дает 400 атмосфер без проблем Ну, самое главное, что вы не сказали То, что вы испытываете арматуру на собственном оборудовании Именно, которую вы спроектируете В том числе и бронекамеру То есть, я так понимаю Вот, я немножко пробежал вперед Я не сказал, главное, что Леонид Александрович Работал главным конструктором на ригидарном заводе ИКАР И, в принципе, имел прямое отношение К лаборатории, которая была на заводе И я вот вижу здесь технологии, которые я видел еще там В 2009-2010 году Они уже здесь Знаете, что самое радостное? Радостное, что они находят применение А не стоят мертвым грузом Интересно еще У меня, наверное, будет один из финальных вопросов Он связан, наверняка, с темой Которая заинтересует многих арматуру строителей Будете ли вы в дальнейшем расширяться Именно в плане испытаний на огнестойкость На сейсмостойкость На копер Вот, я не увидел этого оборудования Но я уверен, что есть в планах подобное развитие Подтвердите эту теорию Обязательно будем развиваться дальше Дело в том, что с момента нашей организации Нашего предприятия Прошло не так много времени Но работа проделана, на мой взгляд, весьма и весьма немалая Планы большие Развития И испытания огнестойкости И испытания сейсмостойкости И испытания арматуры На гидрохарактеристики больших проходов Это с помощью уже пневмосистемы Ну и там мы будем рынок изучать И по мере необходимости Какие испытания будут востребованы Эти испытания мы будем проводить Да, оборудование закупать Проводить эти испытания К чему этот вопрос все-таки задал, уважаемые друзья Да к тому, что сегодня уже создается тот кластер Даже не больше не кластер А вот такая лаборатория Уникальный комплекс Комплекс по испытаниям На котором будут проводиться практически все виды испытаний Именно для трубопроводной арматуры Именно для вас, арматуростроители Господа не только производители Изготовители трубопроводной арматуры Но также эксплуатационщики Те люди, которые применяют эту арматуру Которые ставят у себя ответственных объектов И для того, чтобы вы были убеждены На полностью, на все 100% Что эта арматура будет надежной Вы сможете ее испытать здесь Я думаю, что в ближайшее время Наш проект арматурное ралли Которое мы с вами начинаем Получит более широкое распространение Более подробно я расскажу В одной из передач заметки главного редактора Но немножко заинтригую вас Уважаемые друзья Я скажу так Этим ралли мы поставили самую главную задачу Показать вам Что у нас существует качественная Российская трубопроводная арматура И есть место, где вы сможете ее испытать Этого не буду повторяться Спасибо вам большое за небольшую экскурсию Которую мы провели Потому что на самом деле Мы хотели показать вам Уважаемые читатели и зрители Что есть уже в Кургане Место, где вы сможете действительно Увидеть очень много интересных решений Реализации Для испытаний Еще раз благодарю вас И в заключение Ваши пожелания С зрителям И нашим коллегам Ну Пожелания таковы Вот я давно-давно уже в арматуре работаю Значит И у меня осталось такое впечатление Что Не впечатление А убеждение Что наша арматура В принципе Не хуже западной Не хуже импортной Есть И у нас Некачественная арматура Но есть и на западе такая арматура И разговаривал с потребителями Которые не заинтересованы Именно вот с простыми работягами Они говорят так Упаковка У нашей арматуры Не очень хороша Но А с точки зрения качества Несколько не уступает западной А бывает и превосходит Вот и все Мы же первые в мире Запустили ракету в космос Я думаю Мы в первые в мире Сделаем такой испытательный центр Совместным весельем Спасибо вам Удачи, успехов И развития Удачи вам, друзья С вами был Игорь Илдашев Редактор субтитров А.Семкин